МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем сюжете. Хакасгаз, обеспечивающий голубым топливом всю республику без пяти минут банкрот. Компания у финиша разорения. Большинство сотрудников уволились, имущество предприятия в реализации. В результате газоснабжения в республике остается лишь в Абакане и в Черногорске. Только в этих городах Ростехнадзор одобрил состояние газовых установок. Обслуживать многоэтажки будут самостоятельные организации. В остальных населенных пунктах газ отключат. В связи с проверками Ростехнадзора установлено, что часть газораспределительных установок находится в неудовлетворительном состоянии. Это значительные и серьезные замечания, выявленные Ростехнадзором. Поэтому мы считаем, что в цели безопасности необходимо приостановить газоснабжение, что, собственно, и делается на территориях. Соответственно, перейти на электропищеприготовление. Перекроют топливо в Абазе, Усть-Абакане, Аскизии, в поселках Вершина Тёи, Жемчужны и Шара. Вынуждены перейдут на электричество. Также жители сел Подсиняя, Расцветы, Белый Яр. Как перевести газифицированные дома по всей республике на электричество безболезненно для населения, а главное – безопасно? Этот вопрос сегодня озвучили в правительстве Хакассии. Виктор Зимин предложил решать газовый кризис комплексно и раздал главам и кабинету министров ряд поручений. Прошу глав муниципальных образований Абакана и Черногорска обеспечить бесперебойное снабжение газом жителей газофицированных многовартирных домов на своих территориях в постоянном режиме. Кроме того, до 31 октября провести ревизию всего электрооборудования и сетей домов, где отключат газ. Комитету по тарифам энергетики проработать вопрос снижения платы за электричество всем, кто вынужденно меняет газовые плиты на электрические. До 15 ноября Министерству труда решить вопрос с выплатой субсидий льготникам, посчитать необходимый объем средств для приобретения электрических плит и до 1 декабря возместить их стоимость. Немало средств понадобится для ремонта электрических сетей. В газифицированных домах они не предназначены для больших нагрузок. Возможно, этот вопрос сегодня обсуждается. Жителям возместят затраты на ремонт. Ольга Сельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Виктор Зимин потребовал от Минздрава Хакасии немедленно разобраться в ситуации с медперсоналом в Ширинском районе. Эту реакцию главы правительства вызвал сюжет, который прошел накануне в выпуске нашей программы. Речь идет о возможном закрытии ФАПа в селе Фыркал. Единственный фельдшер уезжает из-за проблем с жильем. Жители деревни, а это 800 человек, остаются без медицинской помощи. Между тем, до районной больницы 25 километров. Более того, ездить к врачам придется на такси, так как маршрутки зачастую переполнены. Проблема нехватки кадров общая для всего Ширинского района. 40% от всех ставок сегодня свободные. Причина та же – нет жилья. Впрочем, полное отсутствие медпомощи первыми, видимо, почувствует население села Фыркал. Виктор Зимин дал указание сотрудникам Минздрава лично выехать. И проработать все варианты в конечном итоге, обеспечить фельдшера жильем. Из осени прямо в лето могут теперь улететь жители республики. Прежде из Хакасии не было международных рейсов. И для многих даже сейчас транзит Абакан-Бангкок звучит как шутка. Улететь в тот же Таиланд можно было только из Красноярска. Константин Кравцов о туристическом прорыве на республиканском уровне. Рейс на Бангкок такого аэропорта Абакана прежде не видел. 221 пассажир, билеты распроданы еще в августе. Кажется, сами туристы не верят до последнего, что перелет из Хакасии в Таиланд – теперь не сказка, а реальность. Во-первых, не думала, что такая масса народу наберется, как бы даже не верилась, что много очень. Ну, так очень даже хорошо в Красноярске надо ехать. Я лечусь с зятем, с дочкой, с внучечкой, со сватей. Мы целой группой летим с удовольствием из Абакана. Спасибо за этот рейс. Мы очень рады, что наконец-то из Абакана можно с детьми лететь. Это намного проще, и им спокойнее, и не надо столько мучиться в дороге. Для нашей республики это, несомненно, новый имиджевый рубеж. Да и сам аэропорт, кажется, встает на крыло. К слову, Абакан – пионер в открытии чартерных рейсов среди городов с численностью менее 400 тысяч жителей. Как уверяют туроператоры, билеты в Таиланд стоят так же, как в Красноярске, около 50 тысяч рублей на двоих в оба конца. Когда мы затевали весь этот проект, мы предполагали, и мы не ошиблись, что население, количество которое захочет полететь напрямую, его будет достаточно для того, чтобы заполнить наши самолеты. Вы видите, мы не ошиблись. Люди стоят в очереди на регистрации, они все счастливы. К слову, Дмитрий Зотин добавил, уже сейчас активно прорабатывается возможность перелета из Абакана в Турцию, но Таиланд уже стал ближе к нам. Более 5 тысяч километров лайнер преодолеет за 6,5 часов. Из Абакана в Бангкок туристы смогут летать каждые две недели. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В Хакасии появились лыжесотрудники пенсионного фонда. В последнее время увеличилось число случаев, когда неизвестные приходят гражданам домой и предлагают подписать какие-то бумаги и предоставить персональные данные. Сотрудники государственного пенсионного фонда предупреждают, что по квартирам не ходят. Прием граждан идет только в клиентских службах территориальных управлений фонда. Поэтому рекомендуется проверять у пришедших граждан документы и внимательно читать все бумаги, которые вам предлагают подписать. Радость в тройне. В Черногорске в семье Мешковых два месяца назад родились тройняшки. Две девочки и мальчик. Событие незаурядное и родители уже начали привыкать к повышенному интересу и ажиотажу вокруг своей семьи. Наши корреспонденты тоже напросились в гости и узнали, в чем сегодня неожиданно многодетная семья нуждается больше всего. Такая суета в семье Мешковых теперь постоянно. Заботой и радостью на себя разделили все члены семьи. Старшие дети первые помощники. Восьмилетний Максим практически сразу ощутил себя старшим братом, как перестал высыпаться. Сверху вода не высыпался. Заснуть не мог. Когда мама уходит куда-нибудь, в магазин, они орут громко. Папа справиться не может уже. Меня зовет. Доверить детям совсем крох сегодня уже можно. Сева, Вика и Ева изрядно окрепли и набрали вес. А поначалу, вспоминает мама, малышей меньше двух килограммов даже самим было страшно брать на руки. Впрочем, освоились и к трудностям привыкли быстро. О том, что станут родителями в Кубе, узнали в самом конце беременности. Сначала я не поверила вообще врачам. Я говорю, ну, чтобы они там получше посмотрели, может что-то ошибается. Но оказалось, что не ошибается. Сразу там на особый контроль поставили. То есть, постоянно больницы, там УЗИ смотрели. Ну, конечно, врачи у нас молодцы в женской консультации. Спасибо им огромное. Хотели вообще отправлять в перинатальный центр. Но в Красноярске нас не приняли. Мы рожали здесь. Ну, нам здесь неплохо было. Я, в принципе, даже и не хотела ехать там куда-то в Красноярск. Потому что здесь уже всех врачей знаю, уже как-то и доверяю им, и все. Сегодня первые приятные бонусы к своей многодетности Мешковы уже получили. За рождение тройни от республики выдали 100 тысяч рублей. Помогут оплатить и няню в месяц. Будут выделять чуть более 4 тысяч. Коммунальные услуги тоже станут дешевле на 50%. Положен и материнский капитал – 408 тысяч рублей. Но и это еще не все. Дополнительно к нему региональный материнский капитал в размере 100 тысяч. Региональный материнский капитал семья может направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей и на лечение детей. В планах у Мешковых начать строительство дома на участке, который тоже теперь полагается им как многодетным. Но все это в будущем. Собирать документы признают сегодня просто некогда. Важнее насущные, каждодневные проблемы. И, кстати, одна из них – отсутствие коляски для прогулок. Специальная трехместная стоит около 80 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная. Впрочем, этой проблемой уже озадачены специалисты Министерства труда и социального развития. Уникальной семье обещали помочь. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Абакане грядет Ночь искусств. Музейные выставки, мастер-классы, художественная выставка и концерты – все это объединится под одной крышей в рамках уникального проекта. Ночь искусств даст возможность каждому стать участником многих интересных событий, просто переходя из зала в зал. Вся программа развернется в Краеведческом музее. Конечно, это не совсем ночь. Программа стартует 3 ноября в 18 часов и продлится до 11 вечера. И все же такой европейский формат, когда музейные двери распахнуты до позднего вечера жителям Хакасии, пока еще в новинку. На этом у меня все. Я напоминаю, что новости нашей телекомпании вы можете увидеть и в интернете по адресу А я желаю вам удачи и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова